Здравствуйте! Репортеры программы «Республика» и я, Татьяна Трофимова, о главном в Чебоксарах, в Чувашии и за ее пределами. Сегодня в выпуске. Лесной пожар в Мариэл угрожает населенным пунктам и меняет планы водителей из Чувашии. Оперативные сводки с места пожарища. И стоит ли планировать отдых в лесу на выходные? Дом сломали, но не снесли. Как живописные руины испортили вид из окна и почему кирпичную развалину демонтируют по чуть-чуть? Автомобилисты рискуют жизнью, желая сэкономить секунды. И как нарушение правил переезда железной дороги стало нормой жизни? Во всяком случае, для тех, кто выжил. Соседи в огне. Все силы МЧС Республики Мариэл сейчас направлены на тушение огня в Медведевском районе. За сутки после начала лесной пожар вышел из-под контроля и угрожает населенным пунктам. В связи с задымлением по-прежнему перекрыта федеральная трасса, соединяющая Чубаксара и Ишкар-Алу. Автомобили пускают в объезд через Казань. На борьбу с пламенем брошены все силы. Техника стянута со всех районов Марийской Республики. В связи с происходящим в режим полной боевой готовности приведено и МЧС по Чувашии. В Заволжье подусиленное патрулирование взятой автодороги. Задействованы беспилотники. Посещение лесов ограничено. Въезд автотранспорта запрещен. Между тем, в чубаксарских пабликах в интернете объявлен сбор добровольцев, готовых выдвинуться на помощь в Мариэл. Правительство Чувашии готовится подать заявку на получение так называемых инфраструктурных кредитов. Такую меру поддержки регионам предложил реализовать президент Владимир Путин во время своего ежегодного послания Федеральному собранию. Деньги будут выдавать под незначительный процент. Речь о трех годовых и под конкретные программы развития. Начиная от замены лифтов до строительства важнейших объектов на селе. Региональные министерства составили список из 37 проектов. Заявку в правительственную комиссию Чувашия планирует подать в начале сентября. К окончанию срока максимально уже накопятся заявки из других регионов. То есть наша задача войти в этот процесс как можно быстрее и отработать с коллегами из Минфена Российской Федерации, из Минэкономразвития Российской Федерации, Министерства транспорта и дорожного хозяйства. Жители Шомерли обратились в информационную службу национального телевидения Чувашии с просьбой о помощи. Аварийное здание на улице Пушкина представляет угрозу жизни и прежде всего детей. В Центр управления регионов поступило уже несколько обращений. Представителям власти пришлось срочно вмешаться в ситуацию. Как рассказали моим коллегам, после демонтажа старой электрической подстанции остались живописные руины, которые могут обрушиться в любой момент. Огромные кучи кирпичей и пыль мешают ходить по тротуарам. В двух метрах от развалин жилой дом. Как на месте выяснили репортеры республики, стены на самом деле демонтируют и к сегодняшнему дню почти полностью убрали. Правда, работы идут, мягко говоря, неторопливо. При этом местные жители уверяют, работавшая подстанция была куда опаснее, чем теперь. Какую-то стену валят, допустим, разрушают. Они огораживают это все, эту площадь, чтобы не пострадали пешеходы. В рамках осмотра было выявлено здание аварийное, которое действительно создавало угрозу, так как это здание было расположено на территории микрорайона, действующего кругом, многогетажные дома. Поэтому было принято решение снести это здание. Когда груды обломков разберут, в микрорайоне появится место для новой детской площадки. Прилегающую территорию тоже благоустроят. В Чувашии началась печать избирательных бюллетеней. Всего необходимо подготовить порядка 3 миллионов 600 тысяч листов. Каждый избиратель получит по 4. Два на выборах депутатов Госдумы и два на выборах в республиканский парламент. В первую очередь печатают бюллетени для федеральной избирательной кампании. В выборах в российский парламент участвуют 14 партий. Кроме того, по двум одномандатным округам, расположенным в Чувашии, стать депутатами Госдумы планирует 18 кандидатов. Планируем до понедельника отпечатать. А в день выходит? В день выходит где-то 1400, наверное. Где-то у нас выходит. Каждый бюллетень защищен от подделки. На бумагу наносят специальную сетку. За процессом печати следят члены избирательной комиссии и сотрудники МВД. Напечатанные документы будут под замком. Каждый экземпляр под счет. Лишнего не напечатают. Готовят в издательстве и бюллетени для голосования за границей. Их отправят в республику Беларусь. Там будет организован специальный избирательный участок, который отнесен к территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Чебоксары. Россияне, проживающие на территории сопредельного государства, смогут проголосовать в посольстве нашей страны. Для того, чтобы указанные избиратели могли там проголосовать, мы сейчас уже изготовили избирательные бюллетени и готовимся передавать их в ЦИК России для последующей доставки в Беларусь при помощи Министерства иностранных дел Российской Федерации. Ментальное здоровье. Такой проект заработает в Чувашии с 1 сентября. Он направлен на раннее выявление аутических расстройств у детей. Программа работает в Приволжском федеральном округе второй год. В Чувашии уже создана система выявления таких заболеваний. Теперь пришла очередь реализации следующего этапа. Все детали сегодня обсудили глава Чувашии Олег Николаев и помощник полпреда президента России в ПФО Владимир Колчин. Проект «Ментальное здоровье» получил президентский грант. Сумма финансирования – 3 миллиона рублей. Сейчас Нижегородский медицинский университет разрабатывает учебные программы. Задействованы междисциплинарные отрасли – педиатрия, психиатрия, логопедия и дефектология. В педагогическом вузе будут готовить преподавателей школ и тьютеров. Глава Чувашии подчеркнул, что этот проект он будет курировать лично. Свиней уничтожили, страх остался. В двух районах Чувашии – Валиковском и Маргаушском – продолжаются карантинные мероприятия. Режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки африканской чумы не отменен. Напомню, на прошлой неделе в лесу у деревни Нижние Панклеи Маргаушского района охотник застрелил кабана, зараженного АЧС. В итоге в опасную зону попали 15 деревень. Началась работа по уничтожению поголовья в сельхозпредприятиях и у населения. В новых случаях пока, слава богу, не выявлено. То, что связаны все мероприятия, первичные мероприятия все проведены. Я думаю, что при хорошем сечении обстоятельств будет соблюдение уже строгих карантинных мер. Но надеемся, что по истечении 30 дней все карантинные мероприятия будут сняты. Добавлю, сейчас лишившиеся свиней домохозяйства уже получают материальные выплаты. Перспективы создания агропарков в Чувашской республике уже не просто идея, а ждет своего реального воплощения. Сегодня в Чувашии активно обсуждаются различные инициативы, изучаются опыт других регионов, чтобы избежать возможных ошибок. При этом, как сегодня озвучили на семинаре совещания с главами администрации муниципалитетов, есть территории практически полностью готовые принять такие новообразования. В чем их особенность, чем агропарк отличается от технопарка и когда по нему уже можно будет прогуляться и вообще стоит ли это делать? Представители всех районов за круглым столом пытаются договориться, чтобы идея не стала краеугольным камнем. В проработке вопроса есть явные районы-лидеры. Чебоксарский, Батыревский, Вурнарский, Цивильский, Яльчевский в программах участвуют эффективно. Мы сейчас хотим создать агропарк. Вот те продукции, которые мы выращиваем в личных подсобных хозяйствах, будем перерабатывать, довести до сегодняшних требований и дальше реализовать. Это будет очень хорошим, как сказать, символом для наших сельчан. Развитие села означает повышение уровня жизни людей. Абсолютный приоритет. И тут, как в классической загадке от топ-менеджеров крупных компаний, продрель. Если человек спрашивает о стоимости сверла, так вот ему нужно рассказать не про дыру в стене, а про то, как красиво будет смотреться вещащая на стене картина. То есть агропарк – это площадки для инноваций и развития бизнеса. Не ради бизнеса, а общего благосостояния. Мы создаем для всех одинаковые условия. На территориях, у себя в районах провести работу с предпринимателями, с руководителями сельхозпредприятий. Сельхозпредприятий более ближе с ними повзаимодействовали для того, чтобы понять, что им мешает так же развиваться. Сегодня все программы только по линии Министерства сельскохозяйства, более 51 направление поддержки, государственной поддержки. То есть условия созданы для всех. При этом программы поддержки не должны затеряться в бюрократических процедурах и превратиться в бесконечную череду согласований. Проекты должны запускаться в районах, пусть и не одновременно, но, как говорят специалисты, с уверенным поступательным коэффициентом. Когда составляли комплексную программу развития Чувашской республики по поручению главы, очень много районов понавключали инвестиционно разные проекты. Якобы они будут их реализовывать на несколько миллиардов рублей и так далее. И мы видим сегодня из них процентов, чуть больше даже половины не реализовываются. Конечно, такого быть не должно. Понятно, причин много. У участников сессии есть некоторые опасения, особенно после изучения опыта других, в том числе аграрных регионов, что прежде всего частный бизнес как раз будет искать причины, чтобы объяснить неудачи и проволочки, а не принимать оперативные решения для выхода из сложных ситуаций и все активнее брать на себя социальную нагрузку. Однако программы поддержки социально ориентированного бизнеса в приоритете государства. И именно они помогут избежать таких проблем. Ольга Алексеева, Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Павел Лисицын. Республика из Чебоксарского района. И тут неожиданно выскочил поезд. Фраза из рассказов выживших. Почему водители транспортных средств халатно относятся к предупреждающему знаку. На одном из железнодорожных переездов с сотрудниками железной дороги и ГИБДД работали и журналисты республики. Ни знака, ни аншлага, ни барьеров. Не оборудованный переезд под Чебоксарами. Поезд здесь проходит редко, а участок все равно аварийный. Водители из Чебоксара в Новочебоксарск здесь экономят время в пути. Экономят едва ли не каждую секунду. Притормозить и посмотреть даже некогда. Последний инцидент меньше двух недель назад. Водитель автомобиля Нива почти все случайности не пострадал. Водитель вину свою осознает, объясняя тем, что невнимательно наблюдал за знаками при приближении к железнодорожному переезду. На этом данном железнодорожном переезде мы видим, что неоднократно водители нарушают правила дорожного движения, не останавливают пересигналом стоп правила дорожного движения 2.5. Тем самым производим разъяснение порядка. За нарушение правил проезда железнодорожного переезда поднимают права. Поезд отнимет не ламинированную карточку, а жизнь. И это не останавливает, а заставляет придавить педаль газа. За три часа рейда три нарушителя. У каждого свое оправдание. Только прав здесь будет многотонный состав. Знак должен вообще стоять не тут, а вот прямо перед железным переездом. Чтобы можно было убедиться в плане, что надо останавливаться здесь, а не там, на проезжей части. Я ехал на первой передаче, скорость была минимальная. То есть я не на скорости был и визуально уже оценил обстановку, то что можно тратить свободу, можно проезжать. При этом спорят с сотрудниками ГИБДД каждый из тех, кого остановили сегодня. Главный аргумент – поезда же нет. В этом случае на нет суд все-таки есть. Перед знаком 2.5 без остановки запрещено. Но водитель обязан остановиться обязательно, так как водитель не может оценить скорость поезда, приближающегося к данному участку. И также может просто-напросто не заметить. Без камер инспектор дорожной службы признается. Ему никогда не понять такого пренебрежения к закону, от которого зависит жизнь. К слову, за неторможение машинистам пассажирских составов доплачивают. Татьяна Молокова, Екатерина Шиверова, Павел Ракитин, Республика. День российского флага отметят в ближайшее воскресенье, 22 августа. В 1991 году Верховный совет РСФСР постановил национальным флагом Российской Федерации считать, цитирую, «полотнище из равновеликих белой, лазоревой и алой полос». Исторический триколор. В этот же день его водрузили над Домом правительства в Москве и на других административных зданиях по всей стране. С этого момента каждый год в этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия, акции и флешмобы. Флаг – это показатель могущества нашей страны, показатель или даже точка сборки всех подвигов наших предков, всех достижений, которые были реализованы в различных этапах развития нашей страны. Ну и, конечно же, это принадлежность, принадлежность территории, принадлежность к нации, которых очень много Российской Федерации. Ну и, конечно же, возможность, возможность быть уверенным в завтрашнем дне. Добавлю, в создателем трехцветного стяга считается Петр I. В XVIII веке все российские торговые суда были обязаны ходить только с таким флагом. Государственным в Российской империи триколор стал лишь в 1896 году. Это главные новости Чувашии к этому часу. О ваших сообщайте по телефону редакции 8 926 21 5 21 21. Этот же номер во всех популярных мессенджерах. На этом у меня все. Я, Татьяна Трофимова, прощаюсь с вами. Хороших вам выходных. До свидания.